Как толщина кошелька влияет на объем талии и живота? Ну, на первый взгляд, прямо пропорционально. Чем больше денег, тем толще человек. Но не все так просто. Накануне Федеральный Минздрав опубликовал рейтинг регионов, страдающих ожирением. И на каком же месте Алтайский край? Конечно, на первом. Региональный процент толстых превышает федеральный в 4 раза. Задумайтесь. Местные врачи официально зарегистрировали более 127 тысяч людей с избыточным весом. А еще и те, кто по больницам не ходит. Но в то же время доходы жителей Алтайского края одни из самых низких в стране. И что же это значит? А то, что из-за нехватки денег люди вынуждены вместо мясной вырезки ужинать лапшой быстрого приготовления и колбасой за 40 рублей, почти целиком состоящей из пальмового масла. Недостаток ценных белков и избыток быстрых углеводов и трансжиров делает нас такими. Здравствуйте. Эта экономика симптомы – ближайшие 5 минут самые жирные экономические тренды недели. В продолжение темы радостная новость для любителей халявы. В преддверии фестиваля Дни Алтайского сыра три местных компании завезут для дегустации в Барнульские заведения и общепита 200 килограммов своей продукции. Твердые, мягкие, рассольные сыры, сорта для жарки, а также моцареллу алтайского производства будут подавать совершенно бесплатно с 27 июня по 17 августа. Где именно, не скажу, чтобы никого не рекламировать. А вот эти и другие сыроделы соберутся вместе, чтобы похвастаться своей работой 18 августа на нулевом километре в Барнауле. Что ж, у вас есть реальная возможность попробовать отличить молочный жир от растительного. Дерзайте! Всегда интересно заглянуть в чужой карман. Однако, когда дело доходит до утечки из собственного, внимательность некоторых людей порой зашкаливает. Так Барнаулец Евгений Шкотов вместе с двумя другими россиянами раскопал интересный законодательный нюанс, когда столкнулся с длительной неуплатой крупного долга. Он через суд расторг договор о покупке автомобиля, но несколько месяцев не получал от ответчика взысканную сумму – почти 500 тысяч рублей. Как говорится, время – деньги. Евгений обнаружил, что у него есть возможность в судебном порядке применить индекс потребительских цен, чтобы увеличить сумму долга на уровень инфляции за время ожидания. Такое право было закреплено законом РСФСР в 1991 году. Несмотря на то, что в 2005-м закон утратил силу, в постановлении Госкомитета РФ по статистике этот индекс назван одним из самых важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране. Которые используются в целях анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, решения отдельных правовых споров. Конституционный суд России посчитал, что негожий перечить федеральным правилам и постановил пересмотреть положение процессуального кодекса. Вот так-то оказывается порой и один в поле войн. 32 алтайских гостиницы и санатория перевели деньги, накопленные от курортного сбора в этом году, в региональную казну. За летний туристический период удалось собрать 4 миллиона рублей. Воспользоваться этими деньками Белокуриха сможет в виде муниципальных субсидий. Местные власти уже запланировали привести в порядок ближайшую лесополосу, выкорчевать сорные кустарники, убрать валежник и мусор. Чиновники уже составили техзадание и сметы, ориентируясь на территорию в 70 гектаров. Последующее поступление собираются потратить на тротуары, велосипедные дорожки и стадион, ремонт мостов и расчистку местных берегов реки Белокуриха. А теперь традиционный разбор одного экономического явления. Оказывается, стать миллионером проще, чем кажется. И сделать это может подавляющее большинство россиян. Речь идет не о сомнительных схемах быстрого обогащения, а о проверенном и надежном виде кредита, кредитовании под залог. Какие особенности у этого продукта и почему именно в России у него большие перспективы, смотрите в нашем материале. Здравствуйте, Артем Валерьевич. Сегодня поговорим с вами о кредитовании под залог недвижимости. Расскажите, пожалуйста, почему именно такой вид кредита актуален для нашей страны? В России у большинства жителей недвижимость находится в собственности. В этом отношении мы обгоняем множество зарубежных стран. Те же европейцы и американцы в основном проживают в арендованном жилье. При этом в России мало кто задумывается от перспективы, которая открывает наличие собственности квартиры или дома. А почему же кредит под залог жилья такой выгодный? У Банки Восточной максимальный размер кредита под залог недвижимости составляет 30 миллионов рублей. При этом ставка по кредиту начинается от 9,9% годовых. Это позволяет сделать погашение кредита максимально комфортным. А есть ли какие-то ограничения на использование денег? Кредит можно использовать на любые нужды. Например, ремонт жилья, покупка новой мебели и техники. Даже в автомобиле. Ваши возможности ничем не ограничены. Причем получить деньги и начать тратить их можно еще до окончания процедуры регистрации. Еще один важный момент. Снятие наличных без комиссий. То есть все средства ваши и в полном объеме. Многие побаиваются слова залог, опасаясь, что банк оставит без квартиры или без дома. Развейте сомнения, пожалуйста. Иногда клиенты задают вопросы, не придется ли покидать свое жилье, переезжать куда-то, не подселить ли к нему кого-то. Сразу скажем, что бояться таких вещей не стоит. На протяжении всего срока погашения кредита недвижимость остается в собственности. То есть первичный уклад жизни не меняется и наличие кредита никак на нем не сказывается. Спасибо большое, Артем Валерьевич. А я напоминаю, что мы сегодня беседовали с директором западно-сибирского макрорегиона Банка Восточный Артемом Гундасомбаевым. Получить миллион или даже несколько на то, чтобы сделать свою жизнь лучше, предложение, мимо которого проходить не стоит. Тем более для этого достаточно всего лишь желания и заявки на кредит под залог недвижимости, оформленной в Банке Восточный. А теперь это сделать стало еще проще в новом барнаульском офисе на Балтийской 67. Ну а закончить хотелось бы на потенциально хорошей ноте. В Рио губернатора Алтайского края Виктора Томенко не устроило, что вверенный ему регион находится на последнем месте в Сибири по уровню зарплат. Эту мысль он озвучил на встрече с региональными профсоюзами. Чтобы улучшить этот показатель, Томенко предложил заняться повышением эффективности работы предприятий и привлечением в край новых компаний, которые смогут создать дополнительные рабочие места. Ну то есть параллельно развивать свое производство и привлекать сторонние. Одновременно с этим он обратил внимание на то, что нужно поднимать зарплату бюджетникам. Тогда частники, чтобы оставаться конкурентами на рынке труда, тоже будут платить своим сотрудникам больше. Ну дай бог, чтобы это было не просто обращением внимания, а предпосылкой к действиям для самого себя. До новых встреч, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова